Всем привет-привет! Сегодня я буду делать баранью ножку. Я ее отварила. Это печать, она безвредная, но я ее отрежу. И вот я ее отварила. Сейчас надо ее вымыть. Ой, косточка рассыпается. Вот. И потом мы ее будем ложить в духовку. Отварила я для того, чтобы все-все из нее вредное удалилось. Сейчас мы ее промоем хорошо, вымоем, потому что на ней остались волосики. Чтобы она была чистенькая, мы потом ее ложим в духовку. В духовку я ложу, что еще положу я. Наверное, в утятницу у вас по-русски называется утятница, здесь называется гастро. Вот. Такие вот дела. Так, дальше что мы туда положим? Лук, чеснок я положу, это точно. А остальное увидимся. Типа такой вот утятница гастро, да, знаете, все, кто смотрит мой канал. Ножку мы вымыли. Печать, если хотите, отрежьте, хотите, нет. Луковичка, чесночек и перец. Перец такой, ароматный перец большой. Две штучки я туда ложу. Так, чесночок я туда ложу. Я целым не крошу. И ножку нашу баранью. В Греции баранина самое популярное мясо. Его кушают греки всегда, везде и всюду. Когда приедете в Греции, самая доступная цена на него. Можно найти взрослую баранину от 4 евро и выше. Смотря в каком магазине вы будете покупать. Вот такие вот дела. Все, мы вот это все вставляем и идем ставить. Прямо без крышки я иду ставить в духовку. Мне надо, чтобы вода чуть-чуть испарилась. Ой, извиняюсь, я болею. И ножка наша запеклась потом. Потому что она у меня уже варилась. Когда я ее варила, я ее варила где-то примерно 1 час. Но этот баран был взрослый. И у него мясо жестковатое. Нам надо варить его примерно 4-5 часов. Это очень вкусное мясо. Вкусно получится, но его варят очень долго. Молодого барана вы можете сварить за 1 час, за 1,5 часа мяса. Немножечку. Так что, если когда приедете в Грецию, покупаете мясо, пробуйте и варите. Здесь у Греции мясо барани не такое, как в нашей России. Как-то привыкли мы такое. Вонючее, и вы его есть не будете, когда сварите. Будете поднять на всю квартиру. Нет, абсолютно нет. В Греции мясо баранино очень вкусное. Это самое популярное мясо для греков. Так что, я думаю, вы не пожалеете, если вы купите и сделаете для себя. Любимых. Вот это блюдо, которое я сейчас делаю. Баранина с макаронами называются. Они здесь хелупитес. Вот старайтесь все. Вот эти вот, видите, мелкие волосы, и они не убираются. Я старалась вымыть их, они все равно остаются. Старайтесь их все убрать, потому что, когда будете кушать, они не отлепляются. Они туда заходят и не выходят. Ай. Вот, все. Все. Отправляем в духовку. Температура 180 градусов примерно на 3 часа. Еще для этого блюда, естественно, посолили, как вы хотели. Домат. Домат я беру вот такой вот итальянский. Кажется, итальянский, да. Вот столько в стаканчике для этого блюда. Надо много домата. И хелупитаки. Хелупитес это такая, как домашняя лапшичка, но она вот такая вот мелко порубленная. Вот, видите. Нам надо будет примерно... Давайте я положу стаканчик. Смотрите, сколько у вас воды. Насколько порций вы делаете. Потому что он потом разваривается. Ну, вот, как вот, например, нашу татарскую лапшу вы делаете, да. Вы ее рубите мелко и длинно. А здесь она порублена вот такими вот, видите, маленькими четырехугольничками вот такими вот. Ну, примерно вот стулечко я возьму, вот так насыплю и покажу. Кажется, блюда в Греции продается в разных упаковках, разных размеров, разных видов, разных ферм. Это такая греческая такая вот, считается, домашняя лапша, как домашняя лапша, да. Так что, если будете в супермаркетах, написано хеллопитаке. Вот, вот столечко я нанесла, целый стакан насыпала. Смотрите, сколько у вас воды. И сейчас мясо, сомневаюсь, порезал в этом самом... В нашей, как сказать, учатнице. Я сейчас принесу сюда и посмотрим, что там у нас случилось. Что получилось? Вот он принес в духовке, видите, он порезал кусочками мяса уже. А не, кстати, фосфора, калоро. Вот так вот. Воды здесь много. Воды мне столько не надо. Я отолью и оставлю, даже мяско оставлю еще на следующий раз, чтобы мне приготовить что-то другое. Потому что вода не испарилась много. И этого нам будет очень-очень много. Нам столько не надо абсолютно. Вот этот кусочек я уберу на следующий раз. Хватит мне. У меня, видите, здесь лук и чеснок сварились. Очень вкусно пахнет. Вод, очень вкусно. Земит, это вот. Видите, какое жирный, вкусный бульон. Земит это вот, вот это вот. А, он говорит, я сейчас... Он говорит, я сейчас попью этот бульон. Он говорит, я сейчас попью этот бульон. Земит это бульон по-гречески. Я сейчас попью этот бульончик Вот туда я отливаю Это уже для другого супчика Ай, эта штучка Я сейчас говорю, попью с лимоном Говорит его Давай, Эля, Валю Я ему сейчас налью, потому что здесь это много На сегодня Очень вкусный Вкусный бульон Это самого этого Бараней бульончик Он обалденный Так, все у меня здесь есть Если вы не хотите ложить лук, варите чеснок То сделайте зажарочку И вот сейчас, когда мясо сварилось Оно в духовке Выливаем туда Матную пасту И Надо ее, конечно, ложка большая Размешать Вот так вот Так что, кто кушает баранину, знает В Греции баранина Это самая такая вещь классная Вот такие вот дела Вот такая классная красная водичка Получилась Теперь мы прямо вытрухаем хелупитес Наш хелупитес Домашняя лапшичка Но она куплена, конечно, в магазине Здесь ее делают Она здесь и бывает и продолговатая Ой, продолговатая Длинная, как с завитушками Я бы уже видели, наверное, иногда показываю Вот, и снова отправляем в духовочку Вы здесь посолили бы и поперчили Можете добавить чуть-чуть зеленушки Петрушки Зеленушечки Петрушечки И будет вообще отпад У меня сегодня нет петрушки Потому что по моей болезни Я не ходила, ничего не покупала И свят варим это все Из того, что было Вот Вот такие вот дела Все Оставайтесь со мной Это сейчас в духовку Еще минут на 30 Что-то топарилось там И был вкусный-вкусный Я говорю, может, положишь чуть-чуть масла сюда Чтобы был вкус тоже оливкового масла И все это будет Как сказать Печься, запекаться И вот это вот Вы не думайте, что сейчас так много бульона Потом этот Лапшичка разварится И бульончика будет совсем меньше Давай, Эль Валики Валиште фурну Вот он какую большую бадью взял Мне пишут Как у вас много масла Девчонки Он говорит, видите, слышите Он говорит, что я буду экономить Так что вот так вот Мне пишут Люда, много масла Много масла Ну Масло свое Да еще такое классное и вкусное Конечно Мы Не будем делать экономию Вот такие вот У нас делишечки Все Оставайтесь со мной И когда я вытащу это из духовки Посмотрите, что получилось Он говорит, что я лимон порезал Половина лимона Вот этого он выдавил сюда В кружку И сейчас вот как захлебнет Один говорит Как вкусно пахнет, да, Дин? Как вкусно пахнет, говорит Очень вкусно пахнет На самом деле Бульон Баранье бульон Еда вкусно пахнет Он кричит даже Ладно, давай Эля, байо Надо кемазать Ими таки так Окей Ну, Эля Легаки, легаки Ну-ка Ааа Кучно? Кто, говорит, пьет Тот молодой становится Молодой, говорит, делаешь На 10 лет Ладно, все Все Ну, вот так вот это выглядит Очень вкусно Очень классно Запах ароматный Дин уже визжит Пищит И я хочу кушать Такой суп Не суп Ну Когда он Этот халупит Постоит Закрыть крышечкой Он питает еще Этот бульон Но мы так хотим Сегодня супчик С бульончиком Поэтому я сделал Такой жидковатый Можно положить Извиняюсь У меня нос И я болею Поэтому Поэтому у меня такое же Много бульончика Мы сейчас это накладываем И будем вкусно-вкусно кушать Всем успехов Всем пока И оставайтесь на моем канале Увидите еще целую кучу всего интересного Субтитры сделал DimaTorzok